всем привет блендер 279 давайте в этом ролике попробуем сделать портал для игры чтобы в один портал куб заходил а из другого выходил уже в другом месте так вот этот куб оставляем добавляем те shift а еще один и делаем с английская единица на нампаде колесико крутим делаем s z уменьшаем его делаем плоским теперь правой кнопкой мыши переключаемся на куб и приподнимаем его вот так вот этот куб еще наверное s побольше сделать а этот чуть-чуть приподнять вот так и нужно добавить их два портала добавляем единица на нампаде shift а плоскость поднимаем ее так отводим в бок единица на нампаде и жмем rz нажимаем r y и перекручиваем вот таким вот образом единица на нампаде еще r y немножко доведем семерка на нампаде смотрим что тут да как с английской делаем побольше и опускаем вниз вот так что-то тут все кривая r немножко повернем shift а добавляем еще одну плоскость вытягиваем ее отсюда делаем теперь r y переворачиваем в эту сторону и s делаем побольше подкорректируем семерка на нампаде правая кнопка мыши r подкрутим этот план и вот у нас два плана это будет первые ворота это будет вторые заходим в game logic находим движок игры все это дело по прошлым роликов схлопываем здесь это вытягиваем подальше выравниваем окно и схлопываем вот это окно тоже здесь ставим си джи эл си эл вот эту чтобы игра играла так под настроим теперь правая кнопка мыши нажимаем на куб пишем здесь по-английски таймер enter на первый план нажимаем это будет план т.п. 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 1 enter и вот здесь его тоже переименуем плоскость т.п. 1 а это будет т.п. 2 добавить игровое свойство назначаем т.п. 2 enter и здесь ставим тоже т.п. т.п. 2 ну в принципе под настроено теперь давайте материал добавим будет площадь у нас ну пускай желтая серая кофейная а планы будут план 2 будет синий а план 1 будет ну пускай красный куб будет у нас зеленым таким вот таким цветом мы погнали теперь под настраивать это все дело так плану ставим два игровых свойства один называем tp 1 enter и ставим ему логический гулянт ставим tp 2 enter и ставим тоже логический и галочки по бокам так файл сейчас я переключусь на английский чтобы уже удобнее было но таймер это будет у нас куб т.п. 1 и т.п. 2 это портал 1 и портал 2 назначим теперь вот т.п. эти стоят т.п. 2 все это здесь не надо и назначаем теперь вот движение кубу так это пока уберем это окошко добавляем key board нажимаем на key стрелка вверх на нампаде это будет движение вперед и нажимаем motion назначаем по z10 так связываем ставим по английской и пробуем куда он движется так нужно поставить еще вот материал мы можно еще цвета cfd по добавлять побольше вот так пойдет жмем английская и пробуем куда он движется с кей п он движется вверх значит метар ось берем по оси x10 теперь п ну вот все движется скей это все дело закрываем окошко вверх теперь и добавляем опять же key board это движение будет назад стрелка назад вниз актуатор будет опять же моциум и будет по иксу стоять минус 10 это движение назад все это дело связываем опять же добавляем key board и поворот влево ставим теперь моцию ставим по z5 enter и связываем все это дело закрываем теперь опять добавляем key board и добавляем моцию здесь ставим минус 5 минус 5 enter а здесь ставим движение вправо ну и связываем их опять закрываем окошко опускаем и смотрим как вообще тут что происходит п английская и вот все это дело здесь крутится вертится ездит нужно те чтобы он заходил в один портал и выходил из другого опять настраиваем вот это именно куб который у нас называется таймер добавляем теперь нер два нер вот это здесь пишем tp1 enter а здесь пишем tp2 tp2 enter и настраиваем дистанцию вот эту это ставим 010100 здесь тоже 0.1 enter и тут повторяем 0.1 enter 0.1 enter все это поднастроили теперь нужно добавить два property добавляем актуатор property и еще один актуатор property здесь ставим тп1 а здесь ставим тп2 и пишем фалсы 0.1 enter и тут тоже и соединяем таким образом этот соединяем сюда а этот соединяем сюда все это дело сейчас будем закрывать и дальше идти по настройкам закрываем закрываем добавляем добавляем теперь три property в сенсорах property property и еще один property в первом property ставим tp2 и опять же пишем фалсы так все здесь по моему настраивать больше ничего а здесь ставим tp1 и пишем тоже фалсы это и а буса на где актуаторы нужно добавить именно вот этот стиринг два штуки здесь ставим tp 1 и по оси x пока оставим здесь ставим 10 а здесь там 250 и соединяем вот этот property со стирингом так это можно все закрыть теперь нужно этот поднастроить ставим тип tp 2 и опять же ставим 10 а здесь ставим 250 мы оставляем по этой же оси это теперь можно соединить вот таким вот образом наоборот так сворачиваем это нам пока не понадобится остается вот этот у нас property и он назначаем именно ставим здесь таймер это таймер куб вот этот и ставим интервал здесь ставим 1 enter максимум ставим 2 enter ставим расстояние 10 ну и обключаем добавляем сюда теперь именно property и добавляем сюда таймер ставим ему единицу и все это дело соединяем теперь этот таймер соединяем так со стиринг 1 вот этот сверху а это теперь соединяем снизу вот так вот одна цепь уже связана это все тоже можно закрыть добавляем теперь property ставим таймер ставим нод регуляр и ставим 3 enter можно здесь поднастроить расстояние 10 пока оставляем в таком духе добавляем 3 property property так property и добавляем еще один property в первом property ставим таймер это вот куб и ставим 0 это пока не надо во втором property ставим tp1 и пишем true здесь ставим tp2 и пишем true вот нужно теперь вот этот property связать вот с этими тремя как делаем связываем первый вот этот property теперь от него же связываем к этому и от него же связываем к этому вот так все это закрываем и нужно теперь в актуатор добавить висебите два штуки сначала давайте посмотрим как все это дело работает жмем на план и заходим именно физику и ставим актор гост и этому плану ставим актор гост статик жмем теперь английская пи и попробуем вот он переносится вот так вот ходит ну нужно теперь связать вот этот куб ставим куб и попробуем теперь если вот это вот свяжем сеть вот от стиринга ведем вот ко второй к первой а теперь от нее ведем вот к этому стирингу смотрим что получится жмем и так корректируем и вот этот висебите связываем вот с этим тогда сейчас будет раздвоение по моему так и и вот он перемещается из этого портала вот рукой который сейчас почему-то не видим так и скейп поставим вот этому кубу не статик а характер и акту включим так смотрим и заходим выходим из другого места вот так вот он прыгает по порталам заходим и уже в другом месте вышли так смотрим что с этим порталом не так что он подгоняет вот интеграл поставим и этому попробуем стрингинг так смотрим заходим и выходим в другом месте а если заходим в этот портал то выходим из этого в принципе нормально так вот этому тоже поставим стрингер характер стоит что еще флоу таймеру поставим интеграл тоже интеггер интейнджер смотрим вот он выходит сюда заходит и вот такие у него перемещения скейп так одного портала не видно надо его чтобы было видно поднастроить видимость порталов это вот здесь у нас виси бити вот если одну отключить вот так вот смотрим теперь п вот и не будет куба видать смотрим другую если отключить связь жмем и этого не видно одного портала но это тот тоже перестает работать так а если мы в материалах попробовать отключить функцию backface смотрим теперь п вот он теперь видим вот вот такая штука п сюда заходим сюда вот зашли оттуда вышли бумс вот теперь можно так поднастроить танк чтобы он прятался перемещался именно от врагов по-быстрому где-нибудь и вот так все это дело перемещается если кнопку зажать он прыгает из портала в портал вот такая прикольная штука все всем пока до свидания и и и и и и и и